Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите телеканал Юрген. В прямом эфире программа «Случай из практики» и я, Екатерина Борж. Лопоухие, мускулистые, почти невесомые, голые и украшенные богатой шерстью, полосатые, пятнистые, кудрявые, голубоглазые, говорливые и молчуньи. Кто же из них станет верным другом? Решить, какую породу кошек выбрать очень нелегко, но мы попробуем это сделать. Сегодня мы вас познакомим с тремя восхитительными породами кошек, но для начала представлю их хозяек. Ольга Смирнова, заводчик бурманских кошек, добрый день! Здравствуйте! Наталья Цветкова, заводчик донских сфинксов, добрый день! И Светлана Коносова, заводчик бенгальских кошек, добрый день! Нашим телезрителям напомню телефон прямого эфира 469060 с вашими вопросами гостям. Пожалуйста, обращайтесь, еще один вариант, пишите на ICQ, также зачитаю ваши подсказки какие-то, может быть, как выбирать породу кошек, как вы в свое время выбрали для себя кошек. И, конечно же, также задавайте вопросы, тоже с удовольствием на них ответим, я думаю. Ну, для начала, у нас сегодня прям дамский коллектив полностью, кошки у нас тоже все дамы. Давайте по очереди расскажем, покажем и представим имена. Я хочу вам представить бурманскую кошечку, она коричневого окраса, или, как называют американцы, саболиный окрас. Ей 7 месяцев, зовут ее Каролина, немножко она волнуется сегодня. Вообще, это очень-очень добрые кошки, очень контактные, дружелюбные, компанейские, они очень любят компанию. Компанию людей или других кошек? Всех, и кошек, и собак. Им очень скучно в одиночестве. Единственное, вот можно сказать, что небольшой недостаток этих кошек, это то, что они не любят одиночество. Их нельзя надолго оставлять одних. Они очень любят компанию, подружатся со всеми. То есть, если, грубо говоря, много работы, например, уже кошке будет так тяжело, да? Можно завести две бурмы. Им будет очень весело и замечательно. Они обожают людей. И вообще, любить бурму очень легко, потому что взамен на вашу любовь они отвечают обожанием. Они придут к вам на коленки, обязательно помурлыкают, утром разбудят, потыкаются мордочкой. Обязательно встречают после работы домой. Когда вы приходите домой, встречают у порога. Она сейчас ругается, да? Она почему-то ворчит. Ей не нравится в этом незнакомом месте. Вообще, очень кошки добрые и ласковые. Они очень изящные, красивые. У бурм гладкая прилегающая шкурка. И они практически не линяют. За ними очень легко ухаживать. Практически не надо ухаживать, они сами за собой ухаживают. Плюс. Ухаживают сами за собой. У бурм очень шелковая шкурка. У них такая текстура шелковая. И очень приятно гладить. На ощупь приятно. Я гладила, честное слово, приятно. Еще у бурм замечательные золотые, янтарные, желтого цвета глаза. У любых окрасов. Вот это окрас коричневой саболиной. Еще у бурм еще 9 окрасов. Всего 10 окрасов европейских бурм. И у всех глаза должны быть вот такие золотисто-желтые, янтарные. Это признак породы, скажем так. Да. Если глаза другого цвета, это уже не бурма. Давайте, Наталья, расскажите про свою красавицу. Сегодня к вам в студию я пришла со своей питомицей, с одной из своих питомиц. Кошечка породы Донской сфинкс. Кошка молодая. Ей только-только исполнилось 10 месяцев. То есть, по большому счету, в человеческом пересчете она, скажем так, где-то 18-летняя девушка. Девочка у нас абсолютно ласковая, как и все представители породы Донской сфинкс. Что вы имели, в принципе, говорит, кошка совершенно не стрессует с великолепным выставочным куберамиком. Единственное, что ее выводят из себя, это рядом лежащие махалки, которые ей не дают. А так порода Донской сфинкс очень неприхотлива в содержании. Это замечательный товарищ. Если вы хотите себе завести уже не кошку, но еще не собаку, это порода для вас. То есть, шерсти, вот она точно не линяет. Линять-то нечему абсолютно. То есть, как видите, кошки совершенно ручные, совершенно пластилины, что хотите с ними, то и делайте. Целуются. Единственный недостаток Донского сфинкса, это, конечно, их дурацкая привычка спать под одеялом и засовывать свой язык вам в рот. Но они так целуются. То есть, совершенно по-взрослому, хороший французский поцелуй. Очень красивые кошки, очень грациозные. Один из мифов их происхождения является рассказ о том, что якобы их заселили инопланетяны. То есть, когда-то глаза у них совершенно неземного вида. И вообще, порода просто великолепная. И вообще, я всем рекомендую держать только эту породу, кроме людей, страдающих аллергией. Несмотря на то, что кошка совершенно без шерсти, это не значит то, что она является гипоаллергенной. Большая ошибка людей, которые являются аллергиками, либо в доме есть аллергики, заводить бесшерстную кошку. Она очень сильный аллерген. То есть, она очень сильный возбудитель аллергии за счет того, что, как правило, у людей аллергия возникает на фермент, содержащийся в слюне и коже животного. А она за счет отсутствия шерсти... Еще больше влияет, да? Да, вот эти вот кожные шиши, чешуйки эпидермиса отшелушиваются в воздух намного интенсивнее за счет того, что шерст их не держит. И кошка является очень сильным возбудительным. То есть, не стоит аллергикам заводить. Помните об этом, когда будете собираться. Обязательно. И никогда не слушайте, когда вам говорят, что вот она лысая, она гипоаллергенная, это все от лукавого. Это все неправда. Светлана. Пашу красавицу. Я привела бенгальскую кошку. То есть, эта порода совсем недавно появилась еще в России, но популярность ее быстро растет. У нее облик дикого зверя. То есть, она произошла от азиатского леопардового кота, плюс домашняя кошка. Человек, который ее вывел, это американка. Это началось где-то с 1963 года. Она полюбила азиатского леопардового кота и очень хотела потомство получить. Чтобы они были ласковые, любили людей, детей, дома неприхотливые. Но с видом дикого зверя. У нее это получилось. Эта порода признана совсем недавно, в 1991 году. Сейчас же эти домашние кошки очень ласковые. Они любят играть. Эта порода очень активная. То есть, они точно так же дома. Одним им очень скучно будет. Любят играться. Но здесь она, конечно, не очень хочет играться, потому что... Это не примечная обстановка. Конечно, конечно. Но если люди захотят бенгальскую кошку домой, я бы посоветовала сразу взять двоих. Это для того, чтобы им не было скучно. Чтобы они не рвали диваны. Чтобы они не катались на шторах. Не привлекая таким образом внимания, не развлекаясь своим сердцем. Надо им их чем-то занять. То есть, эти породы очень активны. И у них игрушек должно быть больше, чем у детей. Чем больше игрушек, тем им есть чем заняться. И они не вредят вашему дому. Ну, все-таки, выбор породы кошек, домашнего любимца. На чем должен основываться? Вот если мы берем целиком, вообще, всех кошек разом. С чем нужно определиться? Что нужно заранее знать? На что ориентируемся? На характер кошки? На, не знаю, размеры? Есть шерсть, нет шерсти? Квартира или дом? Что нужно учитывать? Катерина, по большому счету, вы перечислили все те основные параметры, на которые надо обращать внимание. Я не устою повторять. Породистое животное, вне зависимости, кошка, собака, хомячок, шиншилла, породистое животное, это роскошь. Роскошь не может стоить дешево. Если человек хочет просто кошку, того, что кошка, я вам советую и рекомендую обратить внимание на приюты, где содержатся беспородные кошки, и осчастливить кошку оттуда. Если же человек поставил своей целью завести именно породистое животное, это две немножко разные вещи, то он должен для себя определиться. Первое, темперамент животного. Все породы, породообразующими признаками, породы обладают разным темпераментом. Конечно, это не значит, что все бенгальские кошки будут такие, все донские свинсы будут такие, а бурманские будут такие. Это нет. Но основная масса представителей той или иной породы будут обладать определенным набором качеств. Что по характеру, что по внешнему виду. Поэтому человек четко должен для себя решить, что он хочет. Если он хочет ухаживать за шерстью, соответственно, это кошки персетские, или полудемношерстные, сибиряки, мейн-куны и прочее. Скажи, так есть не то, что хочет, а готов ухаживать. Совершенно верно. Готов, да. Потому что это очень трудоемко и затратно. И ежедневные причем, наверное, как процедуры. Ну, не всегда. Если человек хочет что-то лысое, вот такое экзотическое, что-то горячее, что-то такое общительное, пожалуйста, сфинксы. Их бывают три породы. Это петербургский, донской и канадский сфинкс. Они совершенно разные между собой и по темпераменту, и по внешнему виду, и по тактильным ощущениям. Если человек хочет... Чего хочет? То есть он хочет, чтобы у него по дому носились безумные чертенята, которые будут у него по потолку скакать. Он посмотрел, там кошка, там кошка, там кошка. И у него немного кошка, всего одна. Пожалуйста, бенгальскую кошку. И опять-таки человек должен определиться с бюджетом. Как я уже сказала, что породистое животное не может стоить дешево. Изначально? Или пожизненно? Содержание не столь дорогое. Ветобслуживание содержания не обходится в круглую сумму. Как правило, обходится в круглую сумму покупка животного. Потому что, повторяю, породистое, не важно, племенное, но как домашний любимец надо покупать профессиональных питомников. Не по газетке из рук в уроки, где вы открываете, там продам ведро голубых британцев, рубль там 10 штук. Надо покупать именно профессиональных питомников. Животное, котенок, для того, чтобы он был идеальным любимцем в доме, не создавал никаких трудностей, должен быть старше 2,5-3 месяцев. Почему? Потому что только в этом возрасте кошка уже получает определенные социальные навыки. Она адаптирована социально. Мама научила ее ходить в лоток, точить когти где надо. Кошка знает, что нельзя нападать на руки, на руки. Кошка полностью привита. То есть вы берете, как это ни прискорбно, здесь вступают в действие товарно-денежные отношения. То есть когда человек платит свои деньги, он должен понимать, что он за это получает. Он получает полный набор качеств, совершенно адаптированных. То есть вы как заводчики несете ответственность? Совершенно верно, да. И животное обязательно должно быть привито. Первая прививка котенку ставится в 2 месяца. Ревакцинация через 21 день. Поэтому, когда вам деятели от кошек начинают петь песни по поводу того, что да сами привьете, да я против прививок, это всего лишь нежелание заниматься как грамотно. То есть это должен заводчик сделать? Совершенно верно, да. И нельзя брать котенка с одной прививкой. То есть когда вам говорят, а вторую поставите дома. Это все ерунда. Отклик иммунитета возникает после второй вакцинации с перерывом на инкубационный период некоторый. Только не раньше трех месяцев. Не надо бояться, что вы возьмете уже взрослые подрочные животные. Ничего подобного. Кошки взрослевят медленно. А вообще они на всю жизнь стоят с котятами. Особенно это касается породистых животных. Потому что как ни крути, но животное, селекция которой занимается человек, все-таки выводится для человека. Соответственно, ориентация на человека, ориентированность на человека. Это закладывается. Вот как-то так. Я напомню нашим телезрителям телефон прямого эфира 46 90 60. Напомню, что вы можете обращаться со своими вопросами. И вот одно сообщение с АСИКЮ хотела бы прочитать. Евгения пишет. Недавно читала, что кошки не любят категорически, когда их гладят. Ученые какие-то доказали. А позволяют себя гладить только ради еды. Как вы думаете, ученые правы? Британские ученые, скорее всего, были в интернете по этому поводу шутят. На самом деле нет. Я уже отметила, что породистые животные не выводятся для человека. Как мне нравится? Всем нравится? Видно, что животное мне нравится? Вот я глажу, успокаиваю ее, чтобы она что-то накушать хотела. Да, она совсем кушать не хочет. Я ее глажу, и она чувствует от меня, что я ее успокаиваю. Она сама успокаивается. Как это не любит? Очень даже любит. Нет, бывают такие кошки. У меня есть такая кошка, но у нее совсем другой характер. Она такая... Тоже бенгал? Да, да. У меня много бенгалов. Если посчитать, ну... Сколько я сказала? Больше 16. 16 кошек у меня. Ну, вместе с котятами сейчас. Ты отмечаешь, что не в квартире живешь? Нет, конечно. Я не в квартире живу, потому что в квартире... Столько кошек, наверное, содержать очень сложно. Даже не, наверное, а точно. Так вот, есть у меня кошка, которая не любит, когда к ней прикасаются. Она прижимается к полу. Когда вот она захочет подойти, погладьте меня. Настроение будет? Да, да. Вот я ее тогда поглажу. А так, чтобы ее взять в руки и погладить, она вот не любит. То есть это у каждого индивидуально. Все породы и все кошки свой характер. Оля, у вас совсем спряталась, да? Ей спокойно. Вот у меня на коленочках, в отличие от бенгалов, хочу сказать, что бурмы, они вообще, ну не только от бенгалов, они от других пород отличаются тем, что они привязываются к хозяину, а не к дому. Обычно кошки привязываются к дому, привыкают, а вот бурмы, они именно к хозяину. Если мы уезжаем в отпуск, обязательно берем с собой кошек, потому что дома они не могут одни оставаться, а они с удовольствием путешествуют. Но при этом, ну если на юг, например, ехать отдыхать, ей же, наверное, жарко будет? Ничего нет, они же из Бирмы. Это восточные кошки, они теплолюбивые, они очень любят тепло, наоборот, им хорошо. А при этом переезда, стресс нет? Они не стрессуют рядом с хозяином. Им главное, чтобы рядом был их хозяин. Сейчас будем оппонировать Ольге, на самом деле. Она сейчас просто рекламирует свою породу. Я хотела бы заметить, что донские свинцы ничуть не хуже. Они также привязываются к человеку, а не к дому. Но при этом они выбирают одного какого-то человека из семьи? Или все зависит все-таки от породы? Допустим, вот эта вот кошка моей младшей дочери. Ребенок ее заворачивает, катает на коляске. Но, как видите, со мной она тоже совершенно нормально себя чувствует. Плюс я еще хотела бы отметить, что представленные здесь животные, они являются выставочными. То есть вот этот призовой фонд, это что-то из последнего. Это высота расставлена, да. Это наши награды. А за счет того, что животные выставочные, соответственно, вся агрессия у них сведена на нет. То есть на столе у эксперта животные должны дать себя смотреть как угодно. Естественно, когда родители оба выставочные, то идет отбор по качеству темперамента. Пора нам прерваться на небольшую рекламную паузу. Напомню, телефон прямого эфира 46 90 60. Вы можете задавать вопросы, пишите на СИКЮ. И, конечно же, не переключайтесь.